По итогам минувшего года Scania удалось сохранить лидерство среди производителей большой европейской семерки в России. И даже более того, ее доля увеличилась почти до 27%. А вот продажи ожидаемо сократились. В 2020-м шведы реализовали без малого 5000 машин, на 8,8% меньше, чем годом ранее. В их числе и 402 грузовика, потребляющих природный газ. Это новый рекорд, которым Scania очень гордится. Вообще, альтернативным источникам энергии шведы уделяют особое внимание. Напомним, что в прошлом году они презентовали полностью электрифицированную машину с запасом хода до 250 км. По их прогнозам, на зеленую технику уже к 2025 году будет приходиться до 10% всего объема продаж. Увы, но никаких громких новинок в ближайших планах Scania нет. Зато у марки есть время подумать над тем, как повысить уровень локализации на своем заводе в Санкт-Петербурге, где вдобавок производится техника MAN. Невысокий уровень локализации. Завод работает очень давно. Мы потихонечку поставляем туда машинокомплекты для сборки грузовой техники и делаем еще самосвальные надстройки. То есть завод функционирует в полном объеме, но уровень локализации невысокий. И мы в перспективе думаем, можно ли углубить локализацию, что-то сделать со заводом. Другая насущная проблема для российского офиса Scania – ожидаемое повышение утиль сбора. Впрочем, не только для Scania, но и для всех нас. Коммерческий транспорт – это всего лишь общий элемент более важной индустрии, как логистика, доставка продуктов, в том числе продуктов первой необходимости или других товаров широкого потребления. И, соответственно, когда мы закладываем повышение цены на технику, это автоматически сосканслируется по цепочке добавленной стоимости. И, в конечном счете, мы увидим повышение цен, которые на полках магазинов и так далее. И в этом смысле, конечно, особенно учитывая то, что мы находимся в достаточно сложных условиях, вызванных пандемией, любой рост обязательных платежей, по нашему мнению, не обоснован. Разумеется, низкий уровень локализации ограничивает продажи новых Scania. Ведь компания не получает льготы и субсидии, а также не имеет возможности участвовать в государственных закупках. В итоге главная ставка российского офиса – на сегмент «Бизнес для бизнеса».